Если за состоянием кровли, к примеру, многоквартирного дома обязана следить управляющая компания, то кто отвечает за уборку сосулек в частном секторе? И кто должен понести наказание, если эта самая сосулька упадет кому-нибудь на голову? В редакцию телерадиокомпании «Губерния» обратилась жительница Самары, которая чудом не пострадала от наледи, сошедшей с крыши чужого дома. Массивные глыбы льда рухнули в тот момент, когда женщина вместе с детьми собиралась на прогулку. Анна Ивахина восстанавливала картину событий и разбиралась в непростых взаимоотношениях между соседями. Во второй половине дня вынесли санки, коляску, захотела вывезти детей погулять. Вчера прекрасная погода была, все завалило. Вчера такая глыба упала, невозможная. Многодетная мать Анастасия Бартельс выходить на улицу боится. Единственный проход к ее дому на Ткарской 40 накануне завалила ледяными глыбами, рухнувшими с соседской крыши. Под ними оказались санки и коляска. Женщина с ужасом думает о том, что в этот момент там мог находиться кто-то из ее детей. Ну, представляете, меня не будет дома, старший будет идти со школы, пройдут. Вы видите, что упала, убьет и все. А сколько раз, можно говорить, получается, как угроза живет жизнь. И эта угроза в прямом смысле слова нависает над Анастасией и ее семьей четвертую зиму. Впрочем, другим соседям тоже нет-нет, да и прилетают ледяные сюрпризы. Вот две глыбы ледяные, которые упали с крыши соседей 40-го дома. Вчера на мой участок попали. Был сход огромного льда, и вот досталось нам. Сначала с семьей, чья крыша стала источником опасности, пытались договориться на словах. Просили, чтобы собственники сделали навес или хотя бы своевременно чистили кровлю, не дожидаясь первых жертв. Но разрешить ситуацию не получилось. Скорее наоборот, все переросло в конфликт. Тогда Анастасия и другие соседи пошли по инстанциям. Полиция, прокуратура, районная администрация, жилищная инспекция. И, наконец, суд, который вынес вполне конкретное решение. Постановил суд сделать навес в 8 метров в длину, наклоном на улицу Откарская, на его доме, чтобы снег, скат был на улице, то есть не в проход. Навес должен сделать сосед, от которого падает снег. У участников конфликта на руках даже имеются чертежи этого навеса, но ответчики с решением суда не согласились, подали апелляцию. Как и не захотели объяснить свою позицию нашей съемочной группе. Просто не открыли дверь. Жители говорят, апелляционную жалобу суд может рассматривать до двух месяцев. И кто даст гарантии, что за это время со злополучной крыши в очередной раз не сойдет лавина прямо им на головы. Люди настаивают, если собственники не хотят устанавливать навес, то пусть хотя бы вовремя убирают с кровли наледь. Это они обязаны делать по закону. Вообще, так как это частный сектор, и крыши это частные, то, естественно, чистят собственники этих крыш. И поэтому здесь такая ситуация, что надо находить собственника. Ну, собственно, как мы видим дома, двери не открывают. Чистить должен. Самостоятельно установить навес Анастасия не может. На это нет денег. В семье, где четверо детей, единственный кормилец – муж, работающий вахтовым методом на Севере. Представители администрации посоветовали женщине обратиться к приставам, чтобы они проконтролировали исполнение судебного решения. Анна Ивахина, Сергей Павлов, Новости губернии.